Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Сегодня мы прокатимся по южной части Петропавловска. От микрорайона Судоверфи до КП, так называемой Комсомольской площади, хотя на самом деле это контрольный пункт. Итак, поехали! Субтитры делал DimaTorzok Вот мы трогаемся вниз с улицы Лермонтова и спускаемся вниз к Судоверфи имени Ленина, построенной в 30-е годы прошлого века. Теперь этот микрорайон, некогда преуспевающий, стал настоящим гетто. Судоверфь обанкрочена, тысячи людей, которые работали на ней, либо не имеют работы, либо вынуждены перебиваться с хлеба на квас. В основном в этом районе остались пенсионеры, разбитые дороги, асфальт в дырах. Поднимаемся к площади Труда, главной площади этого микрорайона. Слева бараки 30-х годов. А справа сейчас, когда мы проедем эти бараки, будет Дом культуры Судоверфи, построенный в 60-е годы и сейчас находящийся в мерзости запустения. А впереди, перед нами, красивые заснеженные сопки. Это Петровский хребет. Теперь спускаемся с площади Труда к военному госпиталю. Потихоньку катимся вниз. Сейчас будет развилка и направо дорога. В бывший микрорайон жестянобаношной фабрики, тоже не существующий сейчас. Вот мы двигаемся к военному госпиталю, который находится у нас по правую руку. Впереди на сопке Петропавловский хлебокомбинат, одно из старейших сохранившихся предприятий города. Оно существует, если я не ошибаюсь, с 45-го года. Эта улица, по которой мы сейчас едем, называется Петропавловское шоссе. Мы едем в сторону остановки Богородское озеро. Удивительно, что это название даже во время хрущевской атеистической борьбы не было изменено на какое-нибудь Ленинское или Звездчатое озеро. Вот тут уже асфальт достаточно неплохой. Мы приближаемся к остановке Садовая, названной так по одноименной улице. Слева недавно восстановлены дома, которые начали строить в 80-е годы и забросили почти на 30 лет. И вот теперь потихоньку едем. Асфальт уже достаточно неплохой. Уже нету постоянных ям, рытвин. Это улица Океанская. Мы приближаемся к магазину «Стройматериалы». Одному, кстати, тоже из немногих магазинов, сохранившему свой профиль с 80-х годов прошлого века. Вот он справа. Мы поднимаемся от магазина «Стройматериалы» к стадиону «Водник». Несуществующему стадиону. Давно заброшенному. Осветительная вышка. Слева. Остатки стадиона. Остановка кинотеатра «Океан». Кинотеатра больше нету. Движемся по улице Океанской в сторону остановки под названием «12-й магазин». Слева на горизонте пять белых сталинок. Роскошных домов, построенных в начале 50-х годов 20-го века. Вот эта остановка называется «12-й магазин». Магазин-гастроном еще остался. Но уже, конечно, не в том виде, как он существовал раньше. Это все жалкие остатки. Следующая остановка, к которой мы подъезжаем, называется «Сапун-гора». Вот впереди мы видим Овачинскую губу. Серое тяжелое небо. Спускаемся к «Красной сопке». Дорога идет вниз, вниз, вниз. Вот здесь развилка в микрорайон Рябяковское. Но мы проезжаем мимо и едем дальше. Едем дальше, мимо старых домов. И поворачиваем на мост. Здесь дорога прямо уходит через сопки в сторону бывшего таксопарка. Мы заворачиваем направо и спускаемся с «Красной сопки» к морскому торговому порту, к дому офицеров флота. Слева постройки комбикромового завода и мелькомбината. За ними слева морской торговый порт. Сейчас справа мы увидим построенные в 40-е годы дом офицеров флота, сейчас почти не действующий, и бывшее облисполком, потом же Камчатское морское пароходство. А сейчас в этом здании находится масса всяких коммерческих фирм. И сейчас по правую руку у нас будет дворянское гнездо, построенный на излете советских лет для всяких обкомышей элитный дом. Эта остановка раньше называлась «12-й магазин», теперь она называется «Городская администрация». И вот здание направо – это и есть администрация Петропавловского-Камчатского городского округа. За ней постройки Федерации профсоюзов, а теперь справа будет Краеведческий музей. Вот он мелькнул – деревянный красивый дом. Мы выезжаем на улицу Советскую. Это уже самый центр Петропавловска-Камчатского. И потихоньку, потихоньку движемся. В створе улицы мы видим мишенную сопку. Справа дом-радио, представляющий немалую архитектурную ценность. Белосинее здание – это НКВД, сейчас ФСБ. Потихоньку спускаемся в сторону улицы Набережной. Пока что мы еще на улице Советской. Справа – Камчатская энергия. Институт Камчат НИРО. И вот теперь мы выехали на набережную. И движемся дальше. Движемся по набережной. Слева у нас Култушное озеро. Потом будут остатки стадиона «Спартак». В Петропавловске сейчас нет ни одного стадиона. Может быть, когда-то они появятся. Но, как писал Некрасов, Жалко только жить в эту пору прекрасную. Уж не придется ни мне, ни тебе. Вот слева были огромные трибуны стадиона. Сейчас там пустое место. Трубаемся на светофоре и заворачиваем налево в сторону КП. Перед нами бывшее общежитие мореходного училища. Слева за ним новопостроенный торговый центр «Комсомольская площадь». Справа старое здание советских лет. Переход. Единственный надземный переход на Камчатке. Дальше перед нами мы видим дом быта Камчатка и поставленный в 1975 году на постамент танк Т-34. Его поставили в честь 30-летия победы в Великой Отечественной войне. Сейчас мы двинемся в сторону и скоро уже нам пора прощаться. Поэтому сразу напоминаю, что подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот мы движемся мимо танка, мимо дома быта Камчатка. Желто-зеленое здание. Один из корпусов краевой больницы имени Лукашевского. Больницу, новую больницу, так и не построили. Хотя строительство, якобы, ведется уже много лет. Но постоянно его отменяют в результате каких-либо коррупционных махинаций. Справа новые торговые центры. Ну вот, наверное, пора прощаться. Сейчас мы завернем налево и поставим машину на стоянке. Еще раз напоминаю, подписывайтесь на канал Камчатка с Александром Петровым, пишите ваши комментарии, ставьте лайки. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok